здравствуйте дорогая церковь дорогие братья и сестры сегодня мне выпала большая честь служить молитвенной комнате и я очень этому рада и даже если на душе тяжело и чувствуется опустошение горечь какая-то возможность служить молитвенной комнате наполняет меня радостью и я очень хорошо ощущаю присутствие божье потому что только с его благословения я могу говорить о том и приободрять о том о чем мне хочется сказать и приободрять вас сегодня я хочу поговорить об одиночестве я недавно смотрела вышел сериал который был снят по библии я не очень люблю смотреть экранизации библейских историй потому что очень часто герои которых там показывают они не совпадают с теми имиджами которые я вижу который как я себе их представляю и вообще мне кажется что очень тяжело визуализировать что-то относящееся к богу но с другой стороны снимают сериалы про серийных убийств убийц про насильников почему бы не посмотреть сериал снятый о боге я получила неожиданно удовольствие потому что очень многие сцены они были переданы не столько лицами актеров сколько главной мыслью и для меня из этого из этого сериала я вынесла одно что иисус показан человеком который ни разу не танцевал не смеялся не выпивал там со всеми не не было такого безудержного человеческого веселья он смотрел как другие радуются когда что-то хорошее в их жизни происходило то есть он был на этих мероприятиях но он всегда был как наблюдатель и когда ему нужно было укрепиться когда ему нужно было поговорить с отцом он всегда уединялся и в этом сериале я ощутила глядя на него как одинок он был все это время когда он был на земле то есть у него был только одна опора это его отец это был единственный источник из которого он питал свои силы чтобы дожить до того момента когда он будет принесен в жертву и это дало мне некоторое приободрение о том что на самом деле одиночество оно иногда нужно чтобы приблизиться к богу это те моменты когда наше сердце наполняется болью горечью и мы не можем разделить это с близкими потому что мы любим их и мы не хотим чтобы они страдали я не могу сказать своей маме как мне больно и как мне плохо потому что я знаю что это ранит ее и не могу сказать об этом своему сыну потому что я знаю что он будет грустить но я могу единицей сказать об этом нашему отцу я знаю что он что-нибудь сделает чтобы я почувствовала себя лучше обязательно что-то хорошее случится в ближайшее время если мне плохо он никогда никогда не оставит меня в таком положении все что мне нужно это просто уединиться и попросить его чтобы он сделал что-то хорошее что укрепит меня что даст мне понимание что он слышит меня и несмотря на то что сегодня вам грустно вы приходите в эту комнату чтобы принести свои нужды и посмотреть на нужды других кто нуждается вашей помощи я верю что это слово может ободрить вас и может быть для кого-то это будет каким-то решением или возможностью уйти от своей боли уединитесь и попросите его о помощи попросите отца нашего о том чтобы он дал вам что-то хорошее маленькое хорошее то что даст вам ощущение и понимание того что он рядом поэтому дорогие мои не унывайте плохо вам идите к нему просите его не можете просить его просите кого-то чтобы кто-то попросил за вас и поверьте мне он обязательно обязательно ответит вам так что приободритесь будьте благословенны одиночество это то что приближает нас к отцу поэтому не пугайтесь этого пользуйтесь этим идите и просите и он даст вам и защитит вас обязательно он защищает меня и я верю что он может защитить каждого из вас будьте благословенны с миром божьим аминь